Центр правовой трансформации Кристиан сам представит себя и больше и лучше расскажет о своей деятельности После лекции у вас у всех будет возможность задать вопросы Я надеюсь, что будет интересно Надеюсь, что время, которое вы проведете, будет потрачено не зря Пожалуйста, Кристиан Кристиан, you can start now Oh, thank you Thank you very much Just a quick word about what you'll be seeing on the screen here These are screenshots taken from WikiLeaks' video that was released around five years ago Несколько слов о том, что вы видите на экране Это изображение РКБ из одного из видео от WikiLeaks, которое вышло несколько лет назад И это было видео, которое, наверное, из самых известных вещей Я очень рад, что я был в Беларуси для первого раза И я надеюсь, что это не будет мой последний раз Из-за всего, Кристиан хотел бы поблагодарить за то, что его пригласили сюда Он провести эту лекцию Он первый раз в Беларуси Надеется, что это не станет его последним разом в Беларуси So just a little bit about myself First, I'm a professor of journalism at Stockholm University in Sweden But as you might be able to tell from my accent, I am, in fact, an American I did my PhD at the University of Texas My research is in a number of different areas But I've written a fair amount about WikiLeaks over the last five years And I recently edited a collection of chapters and essays into a book Which is entitled WikiLeaks from popular culture to political economy And if anyone is interested in that, it is actually available open access And I can give you the link И, прежде всего, несколько слов о нашем лекторе Он, Кристиан, профессор журналистики в университете Стокгольма в Швеции Как вы, возможно, поняли из его акцента, он американец Он защитил свою докторскую диссертацию в университете Техаса И у него есть несколько областей, которые его интересуют Наверное, научных областей, которые его интересуют Он написал несколько статей Значительное количество статей о WikiLeaks за последние пять лет И недавно под его редакцией вышла целая книга Главное, WikiLeaks от поп-культуры к политэкономии Если кого-то это заинтересует, то в интернете всегда можно найти эти статьи Также, для меня в начале важно заметить, что я не говорю для этих организаций Я не работаю для них, я никогда не работаю для них И сегодня я говорю для исследователя, который смотрел на эти организации И мой главный интерес – их влияние в странах, которые я знаю, Прежде всего, для него очень важно отметить, что он не говорит от имени этих организаций, Он никогда не работал на эти организации, он никогда не работал на эти организации И он говорит всего лишь как исследователей, как ученый, который анализировал деятельность этих организаций И он хотел бы рассказать о влиянии этих организаций на те страны, с которыми он хорошо знаком Такие как США, Великобритания и Швеция Давайте перейдем ближе к делу и обсудим Викиликс и Анонимос, и их реакция на статус-кво в современной журналистике Таким образом, я хочу начать с самоплагиаризмом Кроме того, что я делал в Упсале в Университете в Свеции в 2011 году О том, что академик, я думаю, это хорошая способа начать эту дискуссию сегодня Таким образом, это часть того, что я говорил четыре года назад Прежде всего, он хотел бы процитировать одну из своих более ранних работ Это выдержки из его лекции, которую он читал в Университете в Упсале в 2011 году Он считает, что все, что было сказано тогда, все еще релевантно и сейчас И так что я говорил, что это роль академика, как я это вижу Делать все вещи, которые мы принимаем в виду, и спросить, почему Whose interests are best served in taking these things for granted? Are the benefits spread equally throughout society through our common sense ideas? And if not, how might we remedy this imbalance? These are the intellectual points of departure that made universities Such critical centers for dissenting intellectual opinion In relation to issues as varied as equal rights for women, for minorities, and for the working classes And a wide variety of anti-war movements in the United States from Vietnam to Iraq И в течение его той лекции четырехлетней давности он отмечал, и как бы это все еще релевантно и сейчас Что он видит роль ученого в том, чтобы рассматривать все вещи, которые мы рассматриваем как собой разумеющиеся И задать вопрос, зачем, почему это так? На самом деле интересы всех удовлетворяются в равной степени и в современном обществе И преимущества распределяются ли равным способом в обществе И если это действительно не так, то что необходимо сделать, чтобы уравнять эти дисбалансы? И именно вот здесь, именно вот эти вот вопросы сделали университеты Центрами критической мысли в отношении большого количества современных таких печальных проблем Как права человека, права меньшинств, права рабочего класса А также стали толчком к ряду антивоенных движений от Вьетнама до Ирака И к этому я хочу добавить следующий цитат от французского интеллектуального Michel Foucault И я напоминаю Foucault здесь «The real political task in society, such as ours, is to criticize the workings of institutions That appear to be both neutral and independent To criticize and attack them in such a manner That the political violence that has always exercised itself Obscurely through them will be unmasked, so that one can fight against them» И опять же он приводит цитат в наш раз Мишеля Foucault Который считал, что настоящим задачей в обществе Такое, как наше общество Является критиковать деятельность институтов Которые кажутся нейтральными и независимыми Критиковать их и атаковать их в такой манере Чтобы лишить их масок Чтобы было видно, с чем необходимо бороться So, what does this have to do with journalism? A lot, I would argue Many of the issues we associate with academia Such as freedom of speech, freedom of expression Critical thinking, keeping an eye on authority and education These are all issues that we have historically linked also to journalism Thus, just as it's important to ask to what extent we as academics Have investigated and questioned and challenged the distribution And the use of social, economic and military power in society So, of course, we should ask the same of news organizations Who are very eager to describe themselves as watchdogs and guardians И что же все это имеет Какое все это имеет отношение к журналистике С точки зрения Кристиана очень большое Потому что большинство из этих вещей Которые мы ассоциируем с научным знанием Это и свобода речи, и свобода выражения Критическое мышление Контроль деятельности государства Образование Все эти вещи исторически связаны с журналистикой И сегодня очень важно спросить До какой степени мы, он и его соратники, как ученые Исследуют, задают правильные вопросы И анализируют распределение социального, экономической, военной силы в обществе И мы должны задать тот же самый вопрос Тем новостным организациям Которые позиционируют себя как хранители Гардиан И Стражевые собаки нашей области Таким образом, викиликс и анонимис Одним из причин сегодняшней беседы Одним из препосылок для сегодняшней беседы Является тот факт, что Мейнстримовая пресса В таких странах, как Швеция Соединенное Королевство Соединенные Штаты Америки К сожалению не смогла Внести критическое исследование И анализ всех процессов Которые связаны с властью Аккумулирование власти, использование власти И именно это способствовало наличию Вакуума Которые стараются запомнить Такие группы активистов Как викиликс и анонимис Аккумулирование власти Здесь, however, the second Промис of my talk And that's that our discussion Of groups like WikiLeaks And Anonymous The emphasis is very often placed Upon their use of technology Rather than the socio-political And the cultural reasons Behind their evolution И во-вторых, сегодня, когда обсуждаются такие социальные явления, как WikiLeaks и Anonymous, обычно весь фокус сводится на технологии, которые за ними стоят, а не на социально-политических и культурных причинах их появления. И этот техноцентризм, так называемый, отводит часть критики от мейнстримовых новостных агентств. Говорится о том, что WikiLeaks и Anonymous существуют, потому что технология позволяет им существовать. Однако, с точки зрения Кристиансона, это не полностью так. В связи с тем, что мы говорим в некоторых книгах, что мы говорим о технологии, или о том, что наш понимание технологии из-за того, что мы используем для изучения технологии. И один из главных художников в области технологии, кто-то называет Эрон Фишер, что мы говорим о том, что мы понимаем технологию, зависит от того, как мы понимаем технологию, того языка, которым мы ее описываем. Один из ведущих ученых в области дискурса технологии, Эрон Фишер, отметил, что существующим преобладающим пониманием дискурса технологии сегодня является тот факт, что технология создает новое общество, и поэтому оно так или иначе на него воздействует. И так, что это говорит о способности, в том, что мы понимаем, и не проблема. Чтобы сказать, что технологиии могут избавиться, например, не осмотрели себя, как у нас, как у нас, как с точки зрения, но просто на презентацию о факте. И это тоже проблема. Продолжение следует... Таким образом, дискурс технологий позиционируется как полностью прозрачный и в нем отсутствуют какие-либо проблемы. То есть утверждение о том, что цифровые технологии могут освободить нас, к примеру, не рассматривается как какое-либо субъективное мнение, а принимается как презентация определенного и точно установленного факта. И в этом тоже заключаются определенные проблемы. Как отмечает Фишер, это очень важно, потому что современный дискурс технологий глобализации предполагает некоторые еще более глобальные допущения, чем ранее, касающиеся и социальных ценностей, и социальных моделей развития, и образования, и самого человеческого существования. И получается, что таким образом дискурс технологий, то, как он понимается сейчас, всего лишь способствует абсолютно некритическому торжеству технологий, пропуская различные социальные и экономические контексты этого дискурса. И так далее. И так далее. Трэн, Picard, his choice of the word working, because it points to a central idea in what I'm talking about today, which is the importance of process. Where contemporary journalism in the countries where I've lived and worked have failed, I would argue, is the lack of exposure and the lack of analysis of the mechanism of power that Foucault talks about. Также возвращаясь к цитате Мишеля Фуков, которая приводилась, что необходимо критиковать деятельность институтов, которые на первый взгляд кажутся и нейтральными, и независимыми. Здесь Кристиан хочет подвергнуть слово «деятельность», потому что он акцентируется именно на процессе, потому что им, с его точки зрения, современной журналистики не удалось именно это, не удалось сконцентрироваться именно на процессе. И ей не хватает обозрения существующих событий, анализа именно механизмов, постоянных действующих механизмов власти. И везде механизмы власти, возможно, не настолько захватывающие и вполне могут быть достаточно забудливыми. Потому что касается политических, юридических, дипломатических и технологических деталей. Однако вот именно эти детали являются основными строительными блоками реальной власти. Эти блоки, которые скрыты от широкой общественности, под маской различного освещения событий новостными агентствами, новостными каналами. И в форме пиар, и в форме каких-то передач, которые соединяют и новости, и развлекательную составляющую. А также то новостное освещение именно с каких-то конкретных событий. И анонимы с Викиликс за последние несколько лет сняли всю эту носную шелуху и показали, как на самом деле выглядит этот процесс власти. Прежде чем Кристиан перейдет к каким-то конкретным примерам противопоставления процесса власти и какого-либо события власти, он хотел бы сказать несколько слов о своих идеях по поводу Викиликс, технологии и журналистики. Афганистан и Ираак, материал для того, что Челси Маннинг, который был в течение 3 лет, и вообще был в течение 35 лет в течение 3 лет, я вписал в «Ле Монт Дипломатик», и в течение было «Викиликс, 3 Дигитал Митс». И в артикле я говорил, что «Викиликс» феноменон возникал несколько вопросов, которые я пришел к подумать о том, как «Митс». После того, как произошла утечка значительного количества информации о военных действиях в Афганистане и в Ираке, тех самых документов, за которые господин Маннинг получил 35 лет приговор в тюрьме, Кристиан напечатал статью в «Ле Монт Дипломатик» под названием «Викиликс. 3 цифровых мифа». И в этой статье он хотел описать феномен «Викиликс» и те основные проблемы, которые пришли в жизнь с этим понятием. So the first is what I call the myth of the power of social media. This relates to the idea that somehow all social media are created equal. And when we use the term social media, it often includes different platforms, like blogs, and Twitter, and Facebook, and YouTube, and Flickr, as if all of these can be neatly discussed under one umbrella. They can't, because the different platforms allow for different uses. And thus the framing and the shaping of the type and the form of the material posted, from the length of messages on Twitter, for example, to the length of videos on YouTube, to the publication of opinions and the terms of use on Facebook, So it's a relatively simple concept, but it seems to be lost on a great number of commentators. И первым таким мифом является миф о власти социальных медиа, социальных сетей. С точки зрения Кристиана, это так или иначе связано с тем утверждением, что все социальные сети одинаковы, все социальные медиа одинаковы. Однако, когда мы говорим «социальные сети», мы используем этот термин для описания огромного количества абсолютно различных платформ и блогов, и твиттера, и фейсбука, ютуба, фликера и так далее. Однако, они являются абсолютно различными, потому что они построены на различных технологических платформах, и, соответственно, использование данных социальных сетей абсолютно различно. Например, есть определенные ограничения на длину сообщения на твиттере, на длину ролика на ютубе, на возможности дополнительной публикации, а также правила пользования фейсбуком. И, таким образом, очень многие люди, говоря о равноправии социальных медиа, упускают этот момент, что не все социальные сети одинаковы. The second myth is the myth of the dying nation state. One of the common statements you hear about groups like WikiLeaks and Anonymous is that they're making nation states and national boundaries meaningless. And while it's true that the WikiLeaks structure is set up to bypass the laws of certain countries, in part made possible by digital technology, it also makes use of the laws of other countries, like Sweden, like Iceland, and like Belgium. WikiLeaks is not lawless. It's just moving the game to places where the rules are different. In other words, laws and nation states who make these laws, they still matter. It's the intent to rule. ... заключается в умирающих национальных государствах. Однако, это не совсем так. Предполагается, что WikiLeaks и Anonymous не считаются ни с государствами, ни с нациями, ни с национальными границами. В принципе, можно было бы сказать, что это правда, однако, потому что структура WikiLeaks вполне обходит определенные национальные законодательства, Однако она работает вполне с законодательством других стран, такими как Швеция, Исландия, Бельгия. Нельзя сказать, что Викиликс не подчиняется законам. Оно лишь передвигает всю игру, всю свою деятельность в те места, где правила и законы другие. И таким образом все еще работает в пределах нации и государства. И третье, и самое важное, в том, что я говорю сегодня, это миф о смерти журналистов. В этом мифе есть сады для обсуждений, которые были в университете за последние 20 лет. И это идея, что доступность и использование технологии без журналистов в много разных формах в результате ведет к университету профессионального журналистов, как мы знаем сегодня. Третий миф, наиболее релевантный в сегодняшней беседе, заключается в следующем, в том, что журналистика мертва. Согласно этому мифу, он примерно в дискуссии, идущие в университетских стенах за последние 20 лет, доступ к использованию технологий не журналистами в различных формах, так или иначе, в конце концов, приведут к смерти профессиональной журналистики. Примерно то, что как будто мы видим сегодня. Это показалось быть миф, но это миф, который очень трудно убирать. В случае вики-ликс, в том, что организация не сделала, чтобы не уничтожить журналисты, но, в основном, чтобы уничтожить нас в том, как коллаборация между вики-ликс и newspapers, как The Guardian, Der Spiegel, El Пейс, и Нью-Йорк Таймс, хералдит новую эра для больших датасетов и дата-минга, как и в отношении между большим журналистом и активизмом. Это определенный миф, хотя этот миф достаточно сложно убить. В случае вики-ликс, то, что сделала организация, это не замещение мейстримовых новостных агентств, но, скорее всего, попытка дать нам понять, что возможно сотрудничество между вики-ликс и такими центральными газетами, как Guardian, Der Spiegel, El Pai, и Нью-Йорк Таймс, и что уже предвосхищает новую эру больших объемов данных и анализа больших объемов данных, точно так же, как и возможности сотрудничества и каких-либо отношений между мейнстримом и периферией. И в одном из своих статьей по поводу вики-ликс, примерно в 2010 году, Кристиан написал следующее. И я напишу себя здесь. «Сколько исследователь, это меня удивило, что период, когда после выпуска этого видео, авганизанские войны и арабские войны, выяснили потенциал влияние вики-ликс, мейнстрим-медиа коллаборации. Это был редкий и интересный, хотя бы очень короткий период, политический, профессиональный и культурный интроспекция, особенно в США. Украинские политические войны и милитарные потенциалы, цивилизм-медиа и возможные войны в Ираке, журналистическая недоостроительность после 11-го сентября и государственная трансперенция – все были вверхи в открытую, как вопросы потенциальной конкурсации. Его, как у ученого, достаточно сильно удивило, что тот краткий период, который последовал за выходом роликов, за выходом сюжетов вики-ликс о дополнительных ущерках коллабора и военных дневников о событиях в Афганистане и Ираке, именно этот период показал весь потенциал, который может иметь сотрудничество между вики-ликс и какими-либо мейнстримами медиа. И это был очень короткий и очень нечастый, но, тем не менее, весьма удивительный период, когда такие важные темы, как внешняя политика США, траты на военную деятельность, смерти гражданских, а также возможные военные преступления в Ираке, а также необходимость в прозрачности политики государства были вывезены в сферу общественного и подверглись определенному общественному обсуждению. И я продолжаю с этим повторять. И это было, что в последнее время, что вики-ликс может сделать что-то, что я думал, что было невозможно, которое было добавлено радикой критикой о У.С. милитаре и геополитике в том, что в Киеве, в том, что в Киеве, в том, что в Киеве, в том, что в Киеве и в Киеве не были подписчики для многих людей в У.С., и в Киеве. В целом, они не были. Но присутствие материала на их фронтах, в любом случае, открыла возможность для муркий мир США быть ворвана на какой-то основе для адвокатства транспорта. Критики американской военной и геополитической власти в центральный популярный дискурс, например, в США. И, конечно же, ни Guardian, ни New York Times не являются любыми, наиболее популярными газетами для многих ни в США, ни в Соединенном Королевстве. Это далеко не так. Однако само присутствие материалов из Викиликс на их передовицах свидетельствовало о том, что вполне возможно весьма туманный мир принятия решений в властных структурах США может стать более открытым и более прозрачным. Это был конец его цитаты из статьи. И, если смотреть назад, этот короткий анализ, который вот только что он процитировал, кажется сейчас очень наивным и весьма близоруким. А, как мы сейчас знаем, в отношениях между Викиликс и эти news outlets became sour, и Викиликс получил большинство критическое обеспечения для того, как это обеспечивает материалов, что это обеспечивает. И как мы теперь знаем, сотрудничество между Викиликс и этими новостными агентствами не удалось, и Викиликс был подвиган от определенной критики достаточно значительно. И за то, как он, что бы делалось с материалами, которые они получили. Однако даже вот это неудачное сотрудничество между Викиликс и мейстримовыми новостными агентствами способствовало тому, что появилась определенная возможность того, как различного типа новостные источники могли бы сотрудничать между собой, и обыкновенный читатель мог бы получать с этого определенную пользу. И вот в своем свидетельствовании во время судебного заседания в июле 2013 года, в суде над Челсией Маннингом, Гавровский профессор Права Йохай Бенклер отметил, почему он считает, что Викиликс не является дополнительным к мейнстримовым новостным агентствам, однако является частью журналистики. И сейчас будет цитата из заседания сюда. Журналистика состоит из большого количества вещей. И действительно, Викиликс не берет интервью и не мечется в поисках, где бы заработать, где бы найти какое-нибудь интересное новостное событие, чтобы осветить. Однако, с другой стороны, тот Викиликс, который существовал до того, как на него обрушились тонны критики со всех сторон, мог бы быть частью того, что называется журналистским расследованием, когда на суд общественности, на обозрение общественности выносится различное неблаговидное поведение, как представитель корпоративного, так и государственного сектора. С другой стороны, ведь люди не живут только информацией о бумагах Пентагона или скандале Уоттергейте, или о том, что Агентство национальной безопасности подслушивает всех и вся. И продолжение этой цитаты. Но это очень важно для того, как в истории истории мы видим, что в истории журналисты, мы видим высоки points. Где журналисты могут быть в порядке и сказать, что здесь есть система для операции в том, что в обозрении общественности, и теперь мы можем дать свет. Это что Викиликс showed, как нужно делать для сферы networked publicа. Викиликс... О, вы хотите... Викиликс may fail в будущем, потому что все эти события, но в модели о том, что в виде центрации декоративных, но, с другой стороны, это понятно, что существуют определенные знаковые события для журналистики, когда журналисты приходят и говорят, что, например, вот это было непонятно широкой общественности, но мы пришли и пролили на это свет, все стало понятно. И то, что делает сейчас, то, что сделала Викиликс, Викиликс делала примерно то же самое, только в сфере интернета. И сейчас, в принципе, если даже Викиликс не удастся в будущем совершать все то же самое, и именно из-за тех событий, когда оно подвергалось достаточно широкому порицанию и критике, вот эта вот именно модель децентрализованных усечек информации позволит создать сотрудничество между различными типами новостных медиа, между мей-стримовыми медиа и медиа более периферийными в различных странах. И Викиликс играла центральную роль, являлся им критическим компонентом, позволяющим проявляться и журналистским исследованиям, и вскрывать неблаговидные поступки знаковых персон. Абулаград. И, конечно, это не так, что в Северном области, 2001, это не только в конце концов, как Викиликс и Анатимус, но бы это не так, что в принципе, в русском области, и в геополитике, что последние эти, 14 лет назад, были очень глубокими影響ами на глобальный активизм. Из-за войны в Афганистане и Ираке, до оккупирования этих двух стран, Абу-Греб, Гуантанамо, президент Бурга и президент Бурга, президент Лондон-Мадрид-бомбинга, в Глобал-Вар-Террор и Патриот-Акт в Украине. В каждом из этих случаях, из-за атаков, до последствий респриктивным цензором и привлекательным законодательством, и понимание того, что работа и процесса было и является основным для понимания их. Было бы преувеличением сказать, что именно события 11 сентября 2001 года стали той точкой, когда зародились группы, такие как WikiLeaks Anonymous. Однако стоит сказать, что все последующие события, происходящие внутри Соединенных Штатов Америки, которые происходили с того момента и по сегодняшний день, то есть за последние 14 лет, имели на развитие этих групп самое непосредственное влияние. Это и ввод войск в Афганистан и в Ирак, и оккупация этих двух стран, и Абу-Грейп, и скандалы из Гуантанама, и президентство Буша и Обамы, опять же, статистические акты в Лондоне и Мадриде, глобально объявленная война с террором, патриотический акт, который был принят в США. И во всех этих случаях, от самих террористических актов до провода в законодательствах определенных проектов, связанных с цензурой и покушениями на частную жизнь граждан, фундаментально понимание того, что такое процесс и какую деятельность государственных органов необходимо понимать, препарировать и анализировать. И так, что глобал медицинский акт на 11-11-2001, может быть, один из самых лучших примеров, как события могут быть объявлены, на то, что процесс понимает. И так, что, в Украине, в Украине, эти акты были представлены как терроризм, мастер-минированным образом, Сама Бин-Ладен, Бин-Ладен himself, the byproduct of a rather simplistic Islam-versus-the-West story. In popular terms, the understanding of Al-Qaeda's evolution and raison d'etre and relationship to the 1970s and 1980s regional politics, particularly in Afghanistan, was bypassed in favor of recounting 9-1-1 as simply an event. And as a PhD student at the University of Texas, I was scheduled to teach a class to over 500 students on the morning of September the 12th, 2001. And in the class, we discussed the attacks, and a lot of students asked the rhetorical question, why do they hate us so much? Наверное, то, как освещалось событие атаки 11 сентября 2001 года, является наиболее ярким примером того, как можно акцентировать какое-либо событие в ущерб самому процессу. И, грубо говоря, сами атаки на здание были описаны в терминах терроризма, террористической атаки, которая была спланирована Асама Бен Ладеном, и сам образ Бен Ладена как продукт упрощения концепции «Ислам против Запада». И в наиболее популярных терминах понимание развития аль-кайды как течения, для чего оно существовало, как оно было связано с событиями 70-80-х годов в региональной политике, в основном в Афганистане. Все это отодвигалось только для того, чтобы акцентировать внимание на событиях 11 сентября. В то время Кристиан был аспирантом в университете Техаса. 12 сентября он вел лекцию, в аудитории сидело около 500 студентов, 12 сентября 2001 года, и естественно, что на лекции обсуждались только что произошедшие события, и очень много студентов задавали риторический вопрос, почему они нас ненавидят. This seemingly naïve question was actually rather complex. But the fact that so many university students and a fair number of U.S. adults had little or no idea where to begin to look within geopolitics for the answer was an indictment of the U.S. press, which for many years had remained uncritical of U.S. military interventionism and policy in relation to, for example, Israel, and the way in which global media focused on the issue of weapons of mass destruction in Iraq, for example, spoke volumes about the power of this event. And the fact that many students of the university, exactly as the amount of young Americans, had a very weak idea where to start looking at the answer regarding geopolitical situation, and in this position, the position of the U.S. press, the American press, which years ago remained absolutely not critical in relation to the American political political and international internationalism and partner relations with Israel. And the way that global media focused on their attention on the problem of weapons of mass destruction in Iraq, in Iraq, for example, it just speaks a lot about how simple and how to do the events and what strength of the events they have for the society. As the occupation of Iraq and Afghanistan dragged on, it became clear that citizens had little understanding of the mechanisms of power or the U.S. legal system. As hundreds of billions of dollars were spent by the Bush and Obama administration on the war effort, the media still focused on surges and attacks and not on corrupt, no-bid contracts offered to the former business partners of Vice President Dick Cheney. And the prisoners remain in Guantanamo Bay prison, and the limited amount of time spent by the media addressing the very legality of the prison and the treatment of the prisoners has become painfully apparent. And in the time of the occupation of Iraq and Afghanistan, it became clear that citizens have been very in the case of a very weak point of view. It was a very weak point of view of the military or the juridic system of the U.S. legal system of the U.S. legal system. альтернативной основе были отданы партнерам вице-президента Дика Чейни. И не хотелось бы говорить только про США. В Свеции, где я живу, несколько recent историй проявили тенденцию в медиа, чтобы только скрыть поверхность, вместо того, чтобы спрыгнуть вверх. И несколько случаев появляются. И не хотелось бы говорить только про США. К примеру, в Швеции есть целый ряд недавних событий, которые вполне могут иллюстрировать тенденцию средств массовой информации, лишь оставаться на поверхности и не вникать глубже в определенные события. Несколько событий по этому поводу, но в основе их приходят на ум. The first is the steady political rise of the far-right Sweden Democrats. A number of months ago, the party became the third most popular in the country, an unimaginable political reality only a few years ago. Yet, in large part, the news media in Sweden have avoided deeper discussions about how and why the party have achieved this dubious honor. Ну, к примеру, во-первых, можно было бы сказать о стабильном политическом росте популярности крайне неправой партии шведских демократов. И несколько месяцев назад партия стала третьей популярностью в стране. И это абсолютно невозможная политическая, непредставимая политическая реальность. И об этом никто еще не мог предположить, по крайней мере, несколько лет назад. И в большинстве своем, вместо того, чтобы задаваться вопросами, каким образом и почему эта партия добилась такой значительной популярности, тишина. Точно так же, сюжет показан по шведскому телевидению о том, что, значительное количество денег шведских налогоплательщиков передано компанией СААП на разработку атакующего нейронного дрона. И, кроме этого, была точно такая же история, похожая история, которую раскрыла шведская радио о том, что шведское правительство финансирует строительство оружейного завода в Саудовской Аравии. И, кроме того, к примеру, о том, что эти истории вспомнят, иногда они корруппы и исключительные действия, но они не соответствуют, например, фундаментальные роли, например, производства оружейного производства в Саудовской экономии, или роль played by the Саудовской области в промышленности оружейного производства. И, кроме того, какие-то промышленности находятся, когда такая промышленность объединяется со статистическим дискурсом и обеспечивающим правительством. И если возвращаться снова к вопросу о процессе, все вот эти вышеперечисленные истории показывают единичные случаи коррупции или, например, какой-либо нелегальной деятельности. Однако они никоим образом не касаются фундаментальной роли, и, к примеру, производства вооружений в шведской экономике, а также той роли, которую играет шведское государство в продвижении оружейной отрасли. И ни коим образом не говорит о тех противоречиях, которые существуют между, с одной стороны, продвижением и стимулированием оружейной отрасли, а с другой стороны государственным дискурсам, которые поддерживают шведскую дипломатию и преданность Швеции правам человека. Ильич М知道а. Фди nieuwe відваз kinda не没有 подчистки. Бога совмест abide спину одних в со днях Ready- processedsin dong? Вerton окруто 150 миллионов судов них, и заселенная часть кому-하 lucha. В свете того, что мейнстримовые новостные агентства не смогли справиться с теми проблемами, которые Кристиан описывал ранее в своей лекции. Именно этот вакуум был заполнен, по крайней мере, частично деятельностью Wikileaks Anonymous. И две эти организации немного отличаются друг от друга. Wikileaks — это полуструктурированная организация, основанная на том, что определенные ее члены говорят о том, что где-то что-то произошло плохо в корпорации или в государстве, в то время как Anonymous — это более свободное сообщество активистов, которые, как их назвала Габриэла Колман, опубликуют различные неправильные действия, способствуют утечке достаточно чувствительной информации, заняты прямыми действиями, цифровыми прямыми действиями, а также способствуют технологической помощи во время революционных движений. So Anonymous is best known for activism opposing child pornography and surveillance and extremist religious groups, as well as various government U.S. agencies, and even against the Swedish government websites and businesses in response to the Assange case. Anonymous больше всего известен своей деятельностью в том, что касается борьбы с детской порнографией, разведкой и государственным надзором, экстремистскими религиозными группами, различными американскими государственными агентствами, и даже борьбой с определенными правительственными ресурсами Швеции, и правительственными и корпоративными ресурсами Швеции, к примеру, дело Assange. And as Gabriela Колман also put it, И как снова отмечает Gabriela Колман, Anonymous is a distinct, emerging part of a burgeoning political landscape. Its real threat may not lie not so much in its ability to organize cyberattacks, but in the way it has become a beacon, a unified front against censorship and surveillance. Anonymous – это достаточно знаковые события, развивающиеся события на политическом ландшафте. И основная угроза этой организации заключается не в его способности организовать различные кибератаки, но в том, что он явился знаменем, маяком, в котором могут объединиться те, кто борются с цензурой и надзором. And so from both WikiLeaks and Anonymous, there's an intent to expose corporate and state abuse of power, often by exposing the mechanisms by which the power is exercised. And so the leak and the hacking and the publication by the two groups of emails and internal documents and memos of military videos that we've just seen, diplomatic cables, bank accounts, in the service of increased transparency as well as the assisted bypassing of surveillance and censorship has caused a great deal of concern for corporations and for state institutions. Что и WikiLeaks, и Anonymous стараются придавать гласности общественному обозрению и различные неблаговидные поведения как представителей корпоративного, так и государственного сектора, просто показывая им механизмы, каким образом осуществляется, реализуется власть. И естественно, что с точки зрения и государственной системы, и с точки зрения корпораций, все эти учечки, какие-то акции, проводимые этими ресурсами, также публикации какой-либо определенной информации, имейлов, внутренних документов, определенных видеобоевых действий, дипломатических телеграмм, определенных банковских счетов и все то, что призвано увеличить прозрачность как государственного, так и корпоративного сектора, все это вызывает и у государства, и у корпораций недовольство и озабоченность. So WikiLeaks and Anonymous to me are an expression, a sort of a crystallization of a dissatisfaction with the extent to which, in the U.S., primarily commercial, but also public service news organizations have willingly absorbed elite discourses in relation to socioeconomic and legal and military issues. Stories that expose political or corporate misconduct should not be seen as the antithesis to these discourses. Often such instances are simply defined as the exceptions that prove the rule, while the larger story of capitalism and power remain pretty much unchallenged. And so, for example, the rhetoric in Sweden as a neutral country with a primary interest in diplomacy hides, to a certain extent at least, the economic and political power held by large corporations in Sweden, corporations involved in businesses and activities that are antithetical to both democratic development and peaceful resolutions of disputes. Kinoism WikiLeaks and Anonymous являются теми зримыми воплощениями и кристаллизацией недовольства, которые существуют в обществе, о том, как и как новостные организации с удовольствием и вполне самостоятельно смогли использовать дискурс элиты в отношении социально-экономических, юридических и военных вопросов. И с точки зрения Кристиана различные новостные истории, которые выдают на суд общественности некорректное, неправильное, незаконное поведение политических деятелей либо представителей каких-либо корпораций не должны рассматриваться, как некоторое в некотором противопоставлении этому дискурсу. С другой стороны, очень часто сейчас такие события воспринимаются лишь как исключения, которые подтверждают в правила, однако не рассматриваются в более широком контексте капитализма и западной власти. К примеру, в риторике Швеции, в государственной риторике Швеции, Швеция это нейтральная страна, которая большое количество внимания уделяет дипломатическим деятельности, однако на самом деле можно рассматривать ее как определенную гавань для больших корпораций. И, к сожалению, эти корпорации, их деятельность очень часто противопоставляется и демократическому развитию, и мирному разрешению каких-либо споров. But this talk isn't about journalism dying. It's about a particular kind of failure. And that's the failure to address what I've discussed as sort of process and context. Yet the work of both Anonymous and WikiLeaks should be seen primarily as positive developments for journalism, as they introduce new elements into the informational and the democratic landscape. Таким образом, нельзя рассматривать, нельзя говорить о смерти журналистики, можно лишь говорить об определенной области, в которой журналистику постигла неудача, и эта неудача связана именно с попытками затронуть вопросы процесса и контекста. И таким образом, и Anonymous, и WikiLeaks сейчас должны рассматриваться как достаточно прогрессивные новообразования именно в журналистике, потому что они приносят новые элементы в информационный и в демократический контекст. And so, to quote Gabriela Coleman one last time, The work of politics and social transformation requires a diverse toolkit from fine-tuned government intervention to rowdy, subversive tactics, and we should be wary of christening any particular tactic as the magic bullet. Distinct formats need not be mutually exclusive or even in competition. They can and often do cross-pollinate. We need compelling stories that dramatize the issues the government would like us to forget and that make people care. Они должны рассматривать какой-то определенный подход как единственно возможный, как единственно волшебный, который всегда будет работать. Различные форматы презентации новостей не могут взаимно исключать друг друга. И точно так же они не могут конкурировать друг с другом, они могут лишь дополнять друг друга. И необходимо, чтобы определенные новостные истории, новостные события драматизировали какие-либо события, которые правительство хотело бы, чтобы люди забыли. And to continue the quote from Coleman, and this is a very important part, We need investigative journalists who dedicate years to tracking down sources and putting the pieces of a very difficult puzzle together. We need independent internet service providers committed to the privacy of their users, and we need advocacy groups with lawyers, lobbyists, and political strategists. И нам необходимы и журналисты, которые будут заниматься расследованиями, которые годами отслеживают определенные источники, определенную информацию, складывают ее кусочками, чтобы получить цельную картину. Нам необходимы независимые интернет-провайдеры, которые будут привержены принципами приватности информации и приватности данных своих пользователей. И, кроме того, нам необходимы группы защитников, группы, которые будут продвигать определенные идеи. Это будут и адвокаты, и определенные группы интересов, и политические стратегии. So, ultimately, what is challenged by WikiLeaks and Anonymous in the countries, where I have lived and where I have worked, is not so much the method of news and information production and distribution, but rather the relationship between mass media and those holding power. Anonymous and WikiLeaks force us to rethink a number of very basic relationships. Number one, between citizens and the state, which is impacted by providing access to intelligence previously hidden from view. the one between citizens and the media, impacted by the exposure of the shortcomings of an uncritical commercial media system in the U.S., for example. And the one between media and governments, which is impacted by challenging the title of watchdog, proudly trumpeted by major mainstream media outlets. And what is the thing called WikiLeaks and Anonymous, is that it is not a method to provide news or to produce and spread information. It is a bit more to the relationship, which exists between mass media and those, which we have in the right place. Anonymous and WikiLeaks have tried to change their opinions to bring their opinion Например, отношения между государством и его гражданами. Могут ли иметь граждане доступ к какой-либо достаточно чувствительной информации, которая ранее была скрыта от них. Например, к отношениям между гражданами государства и средствами массовой информации. Должны ли недостатки освещения определенными новостными каналами быть известны гражданам этой страны. А также между средствами массовой информации и правительством. Насколько средства массовой информации должны являться стражевыми собаками и хранителями общества. Это не значит сказать, что эти отношения меняются драматически, как результаты Викилифс и Анонимус. Но, скорее всего, эти организации учитывают вредные правила правительства, которые были предыдущими от общественной точки зрения. И, как академик, эти вопросы я считаю, что вредные обучениях. Нельзя сказать, что эти отношения между упомянутыми группами значительно изменились. Но, скорее всего, можно сказать другое. О том, что и Анонимус, и Викилифс по меньшей мере попытался показать то, что ранее было скрыто от общественности. И в качестве исследователя Кристиана считает, что эти вопросы, эти проблемы, поднятые этими новостными источниками, как Викилифс и Анонимус, требуют дальнейшего исследования. Их следует изучать и анализировать. Спасибо. Можно ли говорить о том, что Викилифс и Анонимус не столько вызов журналистов журналистам, сколько некие новые социальные движения, некоторые новые социальные феномены, которые заставляют журналистов переосмысливать свои практики? С точки зрения Кристиана, лучше говорить по-отдельности об этих двух организациях. И, скорее всего, Викилифс – это источник получения информации для журналистов. То есть, с одного факта утечки, к примеру, может быть, тысячи различных репортажей, статей и так далее. Потому что, когда Викилифс получили информацию о военных действиях в Ираке и Афганистане, они обратились к большим новостным агентствам с просьбой помочь им распространить эту информацию. Потому что, если бы Викилифс выложила все это в доступной форме в интернет, рядовой читатель, рядовой пользователь интернета не собирается потратить пол своей жизни, чтобы со всем этим ознакомиться. У журналистов есть знания и есть структура для того, чтобы это определенное знание было прочитано пользователями и читателями. Естественно, что Викилифс раздражало очень большое количество журналистов одним своим наличием. И тем, что называя себя именно журналистами. С точки зрения Кристиана, очень важно анализировать отношения, которые существовали несколько лет назад. С точки зрения Кристиана, естественно, что это актуализация старых проблем, которые существуют уже сотни лет. Естественно, что Кристиан высказывает свое собственное мнение на основании собственного опыта в Швеции, США и Великобритании. Но если вы смотрите на эту вопрос, которую я обсуждал сейчас, обсуждает сейчас Кристиан, точно так же обсуждались в обществе много лет назад, когда он все еще был студентом. И об этих вопросах соотношения власти и журналистики говорили и в 50-х, и в 60-х, и в 70-х, до того, как зародился Интернет. И это важно помнить, что есть вики-лик, что есть в сотни лет, и в сотни лет, и в сотни лет. А само существование специальных людей, самой политики свистящего чайника, о том, когда люди, имеющие доступ к определенной информации, видя ее неправильность, некорректность, поступков, каких-то событий сообщают об этом куда следует, данной политике, например, в США уже сотни лет. Но, естественно, одна большая разница, потому что технология, это количество информации, которые один человек может ликнуть очень быстро. И, как бы, то, что появилась технология, технология позволяет одному человеку слить тонны информации очень быстро. Если вы хотите получить хорошие примеры этого, посмотрите на Эдварда Сноудена. И это человек, который ходил с тысячами документов в его лаптопе. Тысячи документов в его лаптопе. Он просто ходил с ним. Спасибо, Кистин. Как хотите. Я говорю по-английски, что это лучше, но я говорю по-английски. Но вы будете перевести свои вопросы к зрению. Вы говорили, как это происходит в США, США, США и Сунидия. Но здесь ситуация выглядит немного. У нас есть свои собственные вещи. Мы никогда не имеем свою собственную Адвард-Мореллу. Как в 50-е, в США. Это история про Пикарти и Коммунисты. Потому что если ни слова о политике, что происходит громкость, особенно на публичных медиа, радио, телевидение, то, что он не может запустить их. Это лучшее, что это то, что он может запустить их. Они перестают лисенцию. Это лучшее, что это то, что это станет лисенцией. Легкость, это то, что это человек, который появляется из телевизации, и он работает... Никто не убивает людей, но его карьера будет уничтожена. И может интернет быть так, чтобы... Да, у нас есть ТОР. ТОР-надо-банда в Беларуси. Но может интернет быть так, чтобы действительно сделать что-то об этом, чтобы исследовательским журналистом существовать? Потому что мы не имеем таких вещей. Это то, что называется расследовательской журналистикой существовать в интернете, так как условий существования в другом месте в нашей стране нет. Вы задаете вопрос, которая задается в каждом стране, не только в странах, как Беларуси, но и в Украине, о том, что возможности интернет избирать нас от того, как нас повредит. И не зависит от того, что происходит в Украине. И, я имею в виду, что происходит в Украине. И, я имею в виду, что очень хорошие примеры. Давайте посмотрим на использование интернет в Арабском, начием 3 года назад. И, я имею в виду, как использовался интернет во время арабской истории. Мы говорили о Twitter и Facebook как потенциал liberating технологии from the power of authoritarian regimes. Мы говорили о том, что Twitter и Facebook имеют определенный потенциал, освободительный потенциал от режимов. Но, к сожалению, очень опасно рассмотреть лишь технологию как способ решения любой проблемы. Потому что, я имею в виду, это позволяет оборачивать гостей, но страны реагируют. И, я имею в виду, что страны все равно важны, и эти вещи все равно важны. Так что, я думаю... Извините. Но технология позволит обойти определенные государственные ограничения, однако на все это все равно реагирует страна, и поэтому он возвращается к одной из проблем, с которыми Кристианом в лекции. Государство и нация все еще имеют значение. Я думаю, что когда вы посмотрите на исследование из Египта, то, что показалось, что социальные медиа импакты были отношения к другим группам. Социальные организации, другие медиа, логики, университеты, mosques. В смысле, социальные медиа – это часть большого количества групп. Если мы посмотрим социальные сети, в приложении ситуации в Египте, то можно сказать, что социальные медиа тогда умерли успех, когда они, так или иначе, соответствовали определенным социальным группам, университетам, например, определенным организациям, определенным адвокатам и так далее. Я хочу сказать, что язык, который мы имеем на интернет, очень похож на язык, когда вся новая форма технологии появляется. Когда радио и телевизионы были созданы в 20-х, в 50-х, мы слышали об эманципационной силе телевизионной. Мы можем все идти к университету, мы можем все участвовать. И что мы получаем? Даллас и программы такие. С другой стороны, у интернета сейчас, например, с интернетом сейчас происходит все то же самое, что происходило при создании, при появлении нового медиа средства, например, радио или телевидение. Поэтому, чтобы дать краткий ответ на ваш вопрос, то ответ будет следующим. Да, в кратком срочном периоде возможно возникновение каких-либо ресурсов, веб-ресурсов, которые делают интересные вещи. Однако, в дальнесрочной перспективе следует учитывать сотрудничество. Вы рассказываете о том, что было пять лет назад. Знаете ли вы, чем занимается «Ассанж» сейчас? То есть, у него существует фонд, в борт вошли члены «Утирайт», которые в России создали медиа из-за недостатка, как бы, свободной журналистикой Российской Федерации. Его проекты сейчас. И если вы знаете о них, то какие проекты касаются Восточной Европы, Беларуси, Украины или России? The problem has been that WikiLeaks has not been releasing a very large amount of data over the last three or four years, primarily because there's an economic embargo on the organization. За последние несколько лет WikiLeaks не опубликовала большое количество новой информации потому что есть определенный embargo на экономической области. One of the things you notice is that the diplomatic cables that were released three or four years ago, they're still being used extensively, actually, in a lot of newspaper articles. But in terms of new leaks that have come out recently about this part of the world, I'm not that familiar with those, no? Несколько лет назад, те дипломатические телеграммы, которые были обнародованы несколько лет назад, все еще используются в определенных новостных статьях. Однако, что касается более, недавней информации нет, к сожалению, никаких сведений нет. Так как Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, то как бы не WikiLeaks является, не утечки от WikiLeaks являются какими-либо событиями, а сам Ассанж является событием. Я хотела спросить, как меняет появление таких ресурсов, как WikiLeaks, анонимные отношения между частной и приватной сферами, и что это значит для изменения регулирования, и общественного, и юридического, какие изменения должны также в области регулирования происходить? Ассанж — Ассанж — Ассанж — Ассанж — Ассанж — Они дополняют сферу публичного, потому что, например, в Соединенных Штатах определенно существует нехватка в публичном для людей, для того, чтобы принимать информированные решения. Защита разного рода данных и информации. И, конечно, это достаточно касается такого понимания как privacy и защита от частной информации. И случай со Сноуденом дает это понять. Я имею в виду, например, если вы посмотрите в США, если вы посмотрите на исследования, когда люди спросили об обслуживании в США, мы говорили об этом, что я не могу поверить, потому что я не делал ничего плохого. Например, если рядовых американцев спрашивают по их отношению к надзору, к контролю, обычно люди говорят, я не против, потому что я не делал ничего плохого. Но это очень интересный способ думать о привязании. Я думаю, что привязательные адвокаты они хотят, чтобы мы начали рассчитывать все, что мы делаем в США и в США, как привязанность. И не позволяем привязанность так далеко, что мы готовы разрушить нашу личную информацию. С другой стороны, защитники тайны частной жизни говорят о том, что тайна частной жизни должна быть развернута на все то, что делает человек. Но я бы сказал, что, особенно после Сноудена, что я не говорил в моем разговоре, что я думаю, что эта концепция нашей личной привязки это, наверное, одна из самых больших сотрудников. Многие ошибки были сделаны, но я думаю, что одна из самых больших сотрудников Сноудена и людей, как Маннин, это очень, очень, очень деталящее понимание о том, что важно, о привязании, когда это касается данных. Я думаю, что большинство членов не думают о том, что это так много. И случаи с Сноуденом и Маннингом позволили более четко определить, что такое частная жизнь и что такое защита тайны частной жизни. Потому что большинство людей, вполне возможно, до этого не задумывались над этим вопросом. И я бы сказал, что многие журналисты не думали о том, что в Свеции и в США не раздумывали над этими вопросами. И точно так же журналисты и в Швеции и в США не думали, не раздумывали над этими вопросами. Вы говорили о том, что два проекта, «Anonymous» и «Wikileaks» seem to be opposed precisely in the sense of one being anonymous and the other having a person standing behind. And this aspect of WikiLeaks as personality led project has been discussed. But my question is, what do you think it adds to the campaign to have this personal attachment, to have something more? Because otherwise, when the campaign is anonymous, it also sort of loses its kind of interest in a way. So what does it give to the campaign to have this personal aspect? And the other one about Snowden, and similarly maybe to the Assange case, that the very fact that this person got shelter in a country which is criticized, publicly known as also a very problematic, having problematic relation to the human rights, freedom of speech, and many other things. How can we interpret it in a very kind of maybe simple way that this actually says that there are much more freedom of speech and rights in countries like Russia? Or, I mean, in this kind of work? Do you want to translate? OK, yeah. So, the first question was, what does this particular aspect of WikiLeaks like WikiLeaks, when it is a figure of its leader, and this is the same as the media, and this is the same as the same as the campaign. The other question was, that in the case of Snowden, the fact that it was held in such a country like Russia, how does this mean that, in the same way, there are more information in the press and information in Russia than in these countries, which are these activists. OK, on the first question about WikiLeaks, and I guess you're asking about Assange, right? My sense is that I don't necessarily think it's an advantage to have that personality there. I don't mean him specifically, I mean the notion of one person being there as a sort of a major figure in the organization. Because what we see happening is the possible negative side of that, which is if something happens to one person, does that mean the end of the organization? But clearly this is an organization that has been driven by one or two very influential people. So, my short answer is, I'm not really convinced that it's actually been, in the long run, that it's a positive thing. And regarding the second question about Snowden, I can't presume to know why Russia gave him asylum. But my understanding of the situation was, this was not his final intended destination. Right? As I understood it, he was interested in going somewhere else. And when he was in Russia, his passport was revoked by the United States, and he then got asylum. But to answer your question directly, giving someone asylum doesn't make you anything. I mean, I wouldn't say that one country is more free because they give a freedom activist asylum than a country that doesn't give its own. I mean, obviously, this is an extremely political story from lots of different countries' perspectives, from the United States, from the United Kingdom, from Russia. And so, there's a lot more going on here than just freedom of speech activism. And, in fact, this is a political story, in which there are a lot of details and nuances from Russia, from the United States, 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 from the United States. And I mean, as my understanding was, Snowden really tried to get asylum in lots of different European countries and didn't get a lot of positive responses. And let me also say that Snowden is willing to go back to the United States. He said it on several occasions, on the condition that he gets a fair trial. So, this isn't a question of him choosing a country because he wants to be there. He ideally would like to go home again, but he just feels that he can't. So, if you're talking about the country, in which he would like to be Snowden, he would choose this country, but he's not confident that he can return without certain consequences? Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. The question is, we get the wrong information from the media, including from the newsroom, like the anonymous or the leaks. The question is, is the need for the world to be the need for propaganda in this region? That is, is the need for the people's right information about such events? What they do? Well, yeah, I mean, what WikiLeaks does is a fairly straightforward thing. There's not a lot of mystery, really, about the organization, actually. I mean, they basically market themselves as an organization where you can send leaked information and they will securely forward it through their websites and through other connections. And I would also say that WikiLeaks in the United States, for example, has also been portrayed in an extremely negative way by the media. I mean, WikiLeaks and the songs, they've been called traitors. And anti-American, and that they're damaging the country. I mean, there's all sorts of very, very negative news about these organizations. And WikiLeaks and the songs, they've been called traitors of their country. And the things that they've been called traitors of their country. And all of this is clearly explained by mainstream media sources of information. But the interesting thing is, while this criticism was going on, major newspapers like the New York Times was publishing information that came from WikiLeaks. I mean, what you saw was a deterioration, a breakdown of the relationship between mainstream media and WikiLeaks about two or three years ago. Well, of course, a few years ago, there were some problems and a break between WikiLeaks and the biggest news agencies. So, yes, to answer your question directly, I think it's good for people to know what the organization does and what the information they provide. And if citizens want to learn more information and get it from them, that's their decision. But obviously, what you're saying is that a lot of people don't really know what they're doing. And so, it's also a marketing question, I think, also as well, from their perspective. Maybe they could do a better job of marketing themselves. I mean, let me also say that before all of the manning material, all back 2007, 2008, 2009, WikiLeaks had a lot of stuff about illegal dumping of toxic waste, about bank corruption. So, this isn't just about American military. They released a lot of that the media didn't cover at all back then. In this case, before the court interview about Manning, WikiLeaks published a lot of information that was related to corruption, with the banking sphere, the wrong protection of toxic waste, and so on. Unfortunately, all these sources of information didn't interest the central news, and if they were interested, they didn't in such a way, like the armed forces, Но это не значит, что WikiLeaks не сделает ошибки, и даже большие ошибки. Как и вся организация, они сделают плохие решения, что люди оставили организацию в результате договора о том, как они общались с данными. И, с другой стороны, нельзя сказать, что WikiLeaks не совершала каких-либо ошибок. Все организации совершают ошибки. Например, большому количеству людей пришлось покинуть организацию именно потому, что была утечка данных. Но, как я сказал, я не представляю их, и я не говорю о них. Я больше интересен их. Поэтому, ошибка или нет ошибки, для меня, что интересно, какие вопросы, которые возникают, потому что они существуют. Какие вопросы они задают нам, как организация. Это действительно одна из основных вещей, что они сделали для нас. Что мы говорим о том, что транспаренции, что мы имеем в виду привязку, и, как же это означает, что «вистолблой»? Что значит «журнализм»? Это все основные вопросы, которые люди забыли за долго. И, как уже говорил Кристиан в начале своей лекции, он не работает на эти организации, никогда не работал на эти организации, он не связан с этими организациями. Ему, как исследователю, в большей степени интересно, не то поступают ли они правильно или неправильно, но то, какие вопросы, какие проблемы возникают в обществе вследствие самого факта их существования. То есть, как трактуется понятие прозрачности государственных структур, что такое журналистика и как она развивается, что такое свобода тайной частной жизни и так далее. Я хочу обратиться к аудитории. Я, во-первых, обратила внимание на то, что все-таки больше вопросов было про викиликс, чем про анонимность. То есть, с этим вот я бы хотела такое упражнение для вас устроить. Кто знает больше о викиликс, чем об анонимность? Пожалуйста, поднимите руки. А кто больше знает об анонимность, чем о викиликс? Об анонимность. В таком случае, хотя все-таки у нас всего лишь две руки поднялось, информированных о том, что делает анонимность, я бы все равно задала еще один вопрос. Кто оценивает чрезвычайно позитивно деятельность викиликс? А кто также оценивает деятельность анонимус? Существует... Вопросы о том, что вы думаете об этом? Кто думает, что это очень хорошо и не так? И да, это не так. Почему об этом? У вас бывает? Да, это все-таки, абсолютно. Это все-таки я люблю говорить о этих организациях, потому что люди имеют очень сильные оппоненты. Потому что это тоже имеет свой эффект с тем, что мы думаем о информации и о том, что эти организации должны получать эту информацию, Во-первых, распределение такое тех людей, которые знают о Викиликс и те, которые знают об анонимусе примерно одинаковое везде, и вот такое, как вы только что наблюдали. И во-вторых, в основном распределение того, что люди знают об этих организациях показывает, насколько их в принципе интересуют вопросы тайной информации, вопросы утечек информации. Я думаю, что если бы ты была самим количеством людей в любом стране, в каком я живу, и вы обращали самую вопрос, то бы ты смог бы получить примерно самую ответственность. Кристиан считает, что если примерно такое же количество людей, как присутствует в зале, собрать в любой аудитории, в любой стране, в которой он жил, и задать абсолютно те же вопросы, соотношение ответов на вопрос о Викиликс и анонимусе будет примерно таким же. И я думаю, что многое связано с тем, как мы работаем в академике. Я думаю, что мы проводим много общих с нами, о том, как прекрасно и важно, но мы не обязательно сделаем нашу информацию публикой. И это одна из обязательств академикам, что мы проводим более публикуем с людьми о том, что мы думаем, что мы говорим о том. И результаты этих обсуждений не становятся известны широкой аудиторией. И с точки зрения Кристиана, исследователи нужно чаще общаться с аудиторией для того, чтобы рассказывать и доносить какие-то вещи о том, что происходит сегодня в обществе. И я думаю, что это очень важно для людей, как я, которые приходят из определенных стран, что понимание этих вещей зависит от того, где вы живете, где вы приходите, из-за того, как вы живете. Я думаю, мы не можем сделать заявления о организациях как хорошей или популярной, просто based on our own personal experience. Мы должны взять в виду политику, и легальную структуру, и социальную структуру в каждом стране, и историю этих организаций в этих странах. Вы не можете просто сделать большие, генеральные заявления, без того, чтобы принимать специфики. Кроме того, для Кристиана очень важны такие встречи, потому что следователям нужно делать свои какие-то наблюдения, составлять собственное мнение не только на основании своего собственного, скажем, опыта нравится им определенная организация, либо нет. Нужно учитывать о мнении других людей, которые происходят из определенных разных стран, возможно, различных социальных классов и так далее. И именно такие встречи позволяют это делать более детально и качественно. И последнее, что хотел сказать Кристиан, есть опасность поддаться романтике и технологии, и движению активистов. И всегда очень важно, это важно быть так критично, как те, кто любит, как те, кто не любит. И нужно очень критично относиться, как к действительности тех групп, которые вам не нравятся, которые вы не одобряете, и к тем, чьё поведение вы считаете приемлемым и достойным. Потому что можно, только положительно оценивая определенную организацию, можно потерять объективность. Потерять объективность и не пытаться ответить на вопрос, например, какова дистрибуция власти в этой компании, в этой организации? Кто, к примеру, несет ответственность? У кого в большей степени власти? Насколько сама структура этой власти демократична? Есть ли у этой организации проблемы? Я имею в виду, как я сказал, это важно быть критичным в этой организации, но также понять, какие ограничения организации имеют, что они не могут делать. И иногда, вы забыли о том, что они не могут делать, и вы думаете, что они могут делать все, и они не могут. Так как технология, говорит, что это будет решать все наши проблемы. Это одна маленькая часть из большого процесса. Так же нужно хорошо понимать пределы, например, организации. То есть очень хорошо понимать, что существуют определенные пределы, возможностей появления, например, такие действия, которые организация никогда не сможет сделать, а сама не сможет достичь. В принципе, очень хорошо понимать пределы возможностей какого-либо появления. Например, в случае с технологией существует определенное количество вещей, которые технология не может дать и не может достичь. Так вот, которые я посмотрела за последние 3-4 лет, которые не могут достичь. И то, что занимается Кристиан последние три-четыре года, не только следит за тем, что делают викиликс, но и то, что они считают Что они защищают и то, что они артикулируют Очень часто те вещи, которые какая-либо организация поднимает на свой щит, гораздо более важны Потому что они обладают определенным символом, определенной символической властью над обществом И очень часто можно не любить какую-либо организацию, но уважать то, что она пытается защитить Артикулировать и так далее Субтитры делал DimaTorzok К примеру, Сноуден вполне возможно негативно оценивать, не одобрять то, что он сделал, однако если смотреть его поступок сквозь призму, то ради чего он это сделал, то есть он видел, что что-то происходит неправильно и дал об этом знать, то есть эту позицию вполне можно уважать и необходимо уважать. Другой стороны, точно так же и Викиликс, и Сноудена можно рассматривать как на различных уровнях, не как конкретную персону, конкретную организацию, но как нечто, за которым стоят более высокие принципы. Если нет больше вопросов, я думаю, мы можем закончить нашу лекцию, она и так делась чуть больше, чем мы планировали. Спасибо, Кристиан, спасибо. Спасибо.